Площадь Курчатова. Здесь находится Курчатовский институт. Курчатова все знают, это создатель атомной бомбы. Вот такой, так называемый, площадь. Она не площадь, а велик такой на развязке. Тихий такой. Вокруг машина, машина. Тут наружные колоссы. Спарные районы. Вроде все работают. Вот отсюда мы с вами, перед нами видите скверт. Через него пройдем парк скверт, так называемый. Пройдем до метрощупинской сегодня. Посмотрим, что тут еще есть интересного. Ну вот смотрите, кинотеатр Восток в жилом доме. И дома такие еще с гербами, цветами молотыми. интересные. Такие дома очень мне нравятся. Стандартные, сталинские. С трудом уже выживает советская архитектура. Видите как. Тут уже окно забиты. Остатки. Остатки. Было роскоши. Сохранилась. В прошлого века отелье. Там идут. Ожидание моде. Видите кондиционеры под ней. Да. С трудом уже угадывается. Здесь чем-то прекрасно. Может, как бы продумано. Ну а сквер-парк. Какой-то он немножко не ухоженный. Не узнает особо желание прогуляться. Мы пойдем пройдем. Нам далеко идти еще до метро. Пробуем через него пройти. Такой тут сквер. Тут, собственно, видимо дорожка от метро к жилым домам проходит по этому скверику. Ну а там просто дорожка и дорожка среди леса. Воздух, наверное, чуть-чуть почище, чем там. Ну просто. Просто такой не очень ухоженный сквер. Для прогулки. Здесь с колясками, наверное, ничего. Люди явно тут не гуляющие. Основная масса вот таким бодрым шагом идет в сторону метро. Такой кусочек все-таки скорее он лес, чем парк с несколькими дорожками заасфальтированными. Полит начинается вот в площади Курчатова и заканчивается метро Щукинской. То есть это не совсем парк, это не сквер. Это, я бы сказала, такой лесопарк. Здесь, конечно, только вот прогулочным шагом гулять. Больше тут никаких аттракционов и ничего, конечно же, нет. Ночью тут наверняка страшно, хотя фонари есть. Но как-то тут не очень приветливо. Может летом, весной будет повеселее. Но, как я и сказала, это в основном для похода местных жителей до метро и обратно. И для прогулочки детей с колясочками. Хотя, я думаю, зимой нужно и на лыжах покататься по этому лесу. По всему лесу видно вот такие вот свежие посадки хвойников. Похоже, лес этот восстанавливает. Ну и хорошо, не все же по паркам и сквечам гулять. В природе тоже хочется. Редактор субтитров А.Семкин